Центральная тема обсуждения на ежегодном августовском педагогическом совещании основные стратегические ориентиры системы образования Ингушетии на 2024-2025 учебный год. В мероприятии принимает участие глава региона. Махмуд Али Калиматов, выступая перед педагогическим сообществом Республики, отметил, что в условиях глобальной геополитической ситуации учебные заведения не могут функционировать вне событий, которые происходят в нашей стране и в целом в обществе. Сегодня необходимость формирования нравственно-патриотического сознания у молодого поколения значительно возросла, и педагог-наставник в этом играет значительную роль, отметил глава субъекта. Самое главное, что вы даете им ориентиры, куда им идти, что им идти, потому что не только знания, но и жизненное пространство, оно много дорог. Вы даете им те дороги, которые они могут выбирать сами, потому что человек, который пойдет в ВУЗ, который ему не нравится, поверьте мне, из опыта, или потом работать пойдет куда-то, что ему не нравится, сложно будет, он переживать будет. Я сочувствую таким людям, которые случайной профессии и случайно выбрали ВУЗ, куда идти им. У нас на сегодняшний день очень много ребят поступают в высшие учебные заведения, достойно представляют нашу республику и каждую школу представляют. Но без федерального центра, без той помощи, которую нам оказывает президент, имеется в виду нацпроект образования, демография, правительство, сам министр, благодарен я лично ему, Сергей Сергеевич Кравцову, он уже, может, 4-5 раз приезжал к нам и сам лично убеждался в тех объектах, которые у нас строятся и которые у нас сдаются. Они сами по себе несут с собой светло, добро и уют детям, но самое главное и педагогам, которые эту работу выполняют. Благодарность безгранична должна быть к ним. Махмуд Али Калиматов выразил уверенность, что педагоги республики успешно справятся со всеми вызовами. Подробно руководитель субъекта остановился на цифрах. Так, за последние годы в регионе построено и введено в эксплуатацию значительное количество школьных и дошкольных образовательных учреждений. В 19-й по 23-й год у нас построено 37 школ. Это 22 950 ученических мест. 22 тысячи. 3 728 это мест работы наших для педагогов. 49 детских садов. 9 500 мест. Рабочих мест 3 649. Это по нашим проектам образования и демографии. Понимаете, в нашей маленькой республике около 100 учебных и дошкольных учреждений. И вы сами знаете, что строятся они достойно. И те условия, которые создаются для педагогов, это как раз условия, чтобы вы в хороших условиях могли им давать знания, давать им то воспитание, которое необходимо. И как Сергей Сергеевич сказал, сегодня вопрос стоит, что Родина у нас одна, Россия. Родина у нас одна, Россия. И поэтому сегодня и ставится вопрос. И преподавание такое. И труда. И подготовить защитников отечества. Потому что мы не где-то в стороне живем. Живем вместе в нашей большом отечестве, в нашей большой стране. Поэтому если говорить сегодня, я хочу поблагодарить вас в первую очередь. Поблагодарить за ваш труд. Это неоценимый труд, который вы сегодня даете знания и воспитания. Отличившихся работников в сфере образования отметили грамотами главы Ингушетии за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетнюю добросовестную работу. К участникам конференции с экрана обратился и министр просвещения России. Сергей Кравцов пожелал всем педагогам успешной работы в новом учебном году. Приветствую вас на аргустовских педагогических совещаниях. Прежде всего, хочу поблагодарить весь геологический и управленческий состав системы образования на работу в прошедшем учебном году. Это ваш бесценный труд и неравнодушное отношение к девушке. Несмотря на все вызовы, мы успешно завершили его в штатном режиме. Участники совещания обсуждают ключевые направления развития образования в регионе, включая вопросы повышения его качества, доступности, современных образовательных технологий, поддержки талантливых детей и педагогов. Благодаря руководству страны и главе нашей республики мы сегодня создаем современные условия для воспитания, обучения и развития личности учащихся. Система образования в республике Ингушетия в настоящее время представлена из 149 общеобразовательных организаций, 88 дошкольных и 7 учреждений среднего профессионального образования. Благодаря строительству нового объекта образования на территории республики была полностью ликвидирована третья смена обучения, а также значительно сокращен дефицит посадочных мест в учреждениях общего и достойного образования. В настоящее время проводится работа по подготовке плана строительства новых объектов образования в целях перехода всех учреждений в односменный режим обучения и полной ликвидации дефицита посадочных мест. Также на территории республики с 2022 года реализуются мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений по программе модернизации школьных систем образования, государственной программы развития образования. В рамках данной программы с 2022 года было отремонтировано 29 школ. В текущем году завершается ремонт части учреждений, в том числе в центре непроявленного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Исполняющий обязанности министра образования и науки региона Ахмед Башир Цароев отметил, что совершенствование системы образования продолжится и дальше. В 2025 году планируется ремонт 9 школ, а также реализация программы по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций. Республика Ингушетия с 2019 года активно принимает участие в конкурсных отборах, проводимых в Министерстве просвещения РФ, на предоставление субъектам РФ субсидий из федерального бюджета, в целях модернизации материальной и технической базы общеобразовательных учреждений. Отдельным достижением системы образования Республики считаю открытие в рамках нацпроекта образования детского технопарка «Кванториум» центра «Точка роста» на базе 103-х общеобразовательных организаций. Особое внимание на совещании уделяют теме «Движение первых. Развитие единого воспитательного пространства». Так обсуждают вопросы формирования у школьников активной гражданской позиции, патриотизма, развития системы воспитательной работы в школах. «Движение первых принял активное участие в проведении летней оздоровительной кампании в 2024 году. По поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Буаликовой этим летом профильные смены движения первых проводились во всех организациях отдыха детей и их оздоровлениях, в том числе в муниципальных и пришкольных лагерях с общим охватом более 3 300 детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с коллегами из Минобра науки движения первых проводят и университетские смены для ребят со всей страны, которые расширили направленности вузов, и они могут принять очень большее количество. Здесь можно принять властей вузы в большей медицинской направленности». В ходе совещания также обсудили реализацию национальных проектов образования и демографии. Еще накануне основные темы затрагивали на нескольких дискуссионных площадках. Они были открыты на базе 11-й школы Назране. Там обсуждали введение курсов неурочной деятельности, семейведения, новые предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и труд «Технология». Реализацию в регионе федеральной программы «Орлята России». «Во-первых, это большой акцент, уделяется вниманию воспитательной работы вообще в школе, дома, в обществе. Также акцент был остановлен на качестве образования, на умение подготовить не только ученика с определенным уровнем знания, но и воспитать в нем отношение к окружающим, к людям, к тому, чтобы, выйдя из стен школы, выпускник был всесторонне развитой личностью, нацеленной на продолжение обучения в высшем учебном заведении». Подводя итоги, собравшиеся приняли резолюцию, в основу которой легли предложения и пути решения задач, стоящих перед системой образования. Республиканское августовское педагогическое совещание стало площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом между педагогами и ингушетиями. Участники получили возможность ознакомиться с новейшими тенденциями в сфере образования, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения. Совещание дало мощный импульс для дальнейшего развития образовательной системы региона и успешного начала нового учебного года. Зелимхан Калоев, Акрамат Досхоев, Магаз, 24.